купила себе вот такую новую подушку такой длинная 40 на 145 у меня есть такая подушка уже много лет вы знаете прям вот не могу без нее спать обожаю вот проблема купить наволочку на нее мне тогда моя подружка из украины пошила одну наволочку прислала я ее берегу но старая подушка у меня меньше немного на 120 сантиметров а это вот теперь 145 ну вот нужно найти наволочку на нее что подушки продают а наволочки такие не продают а у меня нет швейной машинки набрать ткани и заказать вот у турков у нас здесь все эти ателье турки держат в основном очень дорого вот например подкатить брюки раньше стоило 8 евро а теперь вообще 15 представьте только подкатить а шить я когда-то купила ткань себе на парео пару лет назад и попросила просто оверлогом да вот пройтись с двух сторон он сказал лучше так использую потому что очень дорого сказал что будет стоить что-то более 30 евро а я ткань купила за 8 евро представляете так что вот услуги конечно ручной труд здесь очень ценится очень дорого также как любой ремонт ну вот то что купила эту подушку очень довольна а вы пользуетесь такими подушками body pillow подушка для тела вот она видите дышащая и вот стирать ее можно на 60 градусов что очень важно сегодня у нас вот такая замечательная погода уже надоели эти дожди пасмурно и холодно прям такое знаете ветер леденящий был это позавчера целый день дождь а вчера так переменчиво было вот сегодня такое солнышко смотрю соседи купили новую машину они прошлый раз покупали машину в одно время с нами было opel сейчас astro смотрю купили было опеля астрах такое голубое небо это вот у меня такое вид из окна спальни там вот ринский канал совсем близко и а и и и и и Как быстро туман нагреться. Съездила в Лидл в мои покупочки. Сумму оставила, даже называть не буду, чтобы никого не раздражать. И самой, честно говоря, не хочется слышать. Такие крекеры купила. Тут салатики из старого сыра, очень вкусный сок взяла. Ну, вот тут вот томатик, кетчуп, песта красная, куриные бедрышки без кожи, такая красивая свининка, хам-лапан. Здесь крылышки уже маринованные, куриные. И вот такой набор для кускуса. Здесь уже подобраны вот и кабачок, и баклажаны, и перец, и лук. Вот такую свинину купила, хам-лапан. Обалденные кусочки, вот посмотрите. Голландская свинина. Вот такую свининку купила, хам-лапан, 600 грамм. Смотрите, какие красивые кусочки. Хочу и с капустой стушить, и еще кое-куда добавить. Вообще, в последнее время в Алде очень хорошее мясо. Брала ошеек, тоже очень хорошее. И говядина очень хорошая, и курица. Вот жалко, короля нет. Бывает только перед Рождеством. Люблю крольчатину. Вот такая паста таглитела. Видите, она порезанная. Широкая лапша мне очень нравится. Моя любимая из Lidl. Муж любит вот такие очень мелкие, видите, очень мелкие макарончики. Ну, брокколи мы любим. Все очень полезно. Вам тоже рекомендую регулярно есть брокколи. Вообще, все виды капусты. Самая полезная – это брюссельская. Вот такие помидорчики купила. Маленькие. Обычно в ведерки беру. А тут они были вот в таких упаковочках. Огурцы. На этот раз взяла большие. Ну, хорошие, свежие, сочные, отличные огурцы. Взяла граната Аппл. Гранаты. Брала в прошлый раз. Были очень сладкие, вкусные. Вот такие авокадо. Были там в сетке бэби-авокадо, но они были очень зеленые, незрелые. Ну, и вот давненько я не брала фисташки и взяла на этот раз чищенные. Обычно беру не чищенные. Но, вы знаете, попадаются столько, которые невозможно открыть. И решила вот взять такие. Ну, вот не досмотрела. Они оказались соленые. Так они вот на гриле поджаренные, но соленые, к сожалению. Ну, их можно вымочить, если что. Да, в принципе, их не так много. В салат можно вот добавить. И вот кишью взяла. Кишью это вообще вот обожаю. Вот кишью, макадамия и фисташки. И взяла вот на этот раз вот с чесноком и розмарином. Обычно я беру подсушенные, не соленые. Авокадо. Ну, мы все едим. Кому дам, тот и ест. Обычно в салат не добавляю. А едим так, разрезаю половинками. И потом эту половинку так режу по диагонали ножом, крестом. И добавляю прямо сюда чеснок, лимонный сок, немножко соли. И вот прямо вот так вот есть. Очень вкусно и, конечно же, очень полезно. Дочка у меня, слава богу, любит. Вот гранаты не любит. Так что это нам, троим. Брокколи была, кстати, по скидкам 89 центов. Вот так упакована по 500 грамм. Такие молоденькие головочки. Очень вкусная. Советую не переваривать ее. Если варите в воде, лучше, конечно, в микроволновке. Лучше всего 4 минуты на 800-900 ватт. Но ее нужно смочить, ополоснуть или замочить в воде. Ну, у нас она такая чистая, что замачивать, собственно, ее не нужно. И просто мокрую положить в микроволновку. В специальную посуду немножко посолить. Можете добавить специи, какие хотите. Можно масло немножко добавить. Но я делаю обычно вот макароны. Варю в маленьком количестве воды. И вот когда там еще немного воды осталось, макароны полуготовые. Я вставляю вот такими вот этими соцветиями, ножками вниз, прямо в макароны. И прекрасно они доходят. Получаются очень вкусные. У меня есть рецепты на канале. Заходите, смотрите. Люблю готовить, но быстро, просто. Не люблю стоять по полдня. Вот все то, что очень долго готовится. Ну, за исключением, что нужно там в духовке поставить или там куда-то положить. А так я вообще люблю в течение получаса все приготовить. И готовлю здесь каждый день. В Нидерландах готовят каждый день. Но единственное, что я борщ варю на два дня. Иногда на три, когда ем одна. Потому что муж у меня борщ не любит. Он не переносит буряк, вот свеклу в борще и картошку. Они любят густые супы, часто пюреры. Да, такие пюреобразные. А если с овощами, то порезанные крупно овощи. Но ни в коем случае картошка и буряк у них в супы не идут. Так что, что привык с детства, то, собственно, и любит. И вот такие еще из молочки. Но молоко я показывать не буду. Вот такой коттедж чиз. Ира, для тебя вот показываю специально. Зернистый творог. Он есть лайт и есть обычный, натурал. Сметана, крем фреш. Вот это от такой фирмы Милбона. Она вот такая. Это тоже. Это вот в Лиделе эта фирма обычно. Вот такие тучи часто беру. Греческий йогурт. И там он есть с медом. Это натуральный йогурт. И внизу там вот... Ну, это варенье, джем, конечно. Вот ежевика, малина. Здесь два таких, два таких. Как раз очень удобно порционные они такие. Вот там внизу лежит этот джем. Есть они с медом, есть еще клубничный. Клубничный обычно четыре в одной упаковке. Ну, вот фету на салат. Вот мандарины. Очень красивые, вкусные, сладкие мандарины. Последнее время беру вот постоянно. Испанские они. И вот такие они немелкие. Видите, крупненькие. Дальше. Вот это тоже мы очень любим с дочкой эту салями. Очень вкусная. Она такая, как сырая, вяленая. Форель. Радужная форель. Она бывает вот со специями, а бывает просто, да, вот копченая. Ну, она тоже там соленая. Только здесь вот мне нравится с различным перцем. Ну, и крупук. Ира, вы уже съели тут крупук? Это вот такие индонезийские, азиатские чипсы, которые готовят из панциря креветок. Вот такие. Давайте посмотрим, сколько здесь калорий. Вот смотрите. На 100 грамм 522 килокалории. Но они очень легкие. Здесь вот в пакете всего 100 грамм. Конечно, кто-то может это съесть. Но мы это делим на четверых, еще и на два приема пищи. Так что очень мало килокалорий. Но вкусное дополнение к индонезийскому плову. Называется насе. Либо жареный рис китайский, либо жареная лапша китайская. Называется бами в Индонезии. В общем, такое вкусное дополнение. Сметана 30% жирности. Очень хорошая сметана. Йогурт. Греческий йогурт готовят из цельного молока, жирного. Вот здесь жирность 5,8. Ну, так как здесь, конечно, это джем, то есть сахар. И довольно-таки много. Так что, кто следит за сахаром, лучше брать просто. Они в упаковках есть и больших, и маленьких, разные. Просто натуральный. Коттедж. Давайте тоже жирность посмотрим. Вот он. Сколько здесь? 4,5. Ну, это хорошее процентное соотношение. Ну, и фета. Конечно же, жирная. 20. Вот грамм жира на 100 грамм. Ну, посмотрите, тут только молоко цельное, соль. И, собственно, вот эти окислители, этот клетки эти, которые производят брожение. Это греческий стиль. В общем, отличные продукты. Рекомендую. В Алде все это дешевле, скажу честно. Но там другая марка. Ну, и следующие мои покупочки. Вот такой сельдерей. Такие веточки, молоденькие. Моя любимая голубика. Клубнику беру уже второй раз. В прошлый раз брала в такой широкой коробке. Крупная, сладкая, вкусная. Никакая не деревянная, очень классная. Капусту взяла. Хочу стушить. И она была со скидкой. Паприку вот такую большую взяла. Мой любимый романский салат. И на бане начи взяла вот такой набор овощей нарезанных. Здесь белая капуста, спаржевая фасоль, кукуруза, паприка, лук. Еще и кидный бонен, фасоль красная. Вот такая красота. Вот такая сейчас акция в магазине Лиду. Вот такие мягкие игрушки. Сафари мини. И вот он наш первенец. Вот такой страусенок. Ну вот, Стелла у нас уже есть. Страус. А сегодня у нас появился... Опа! Кто это? Это Гиена. Почему? Субтитры подогнал «Симон»